Доброе утро моим друзьям. 11 августа, понедельник, воскресенье. Спешу жить. Завтра снова сюда же на работу. Мы в Минске. Свой уголок, Игорь Винтерович, с вами. Окошко открыто, немножко шумно будет. Город пустой, воскресенье, все, кто имеет возможность, уехали. Странное дело, вчера в ютубе я нашел, наткнулся на сериал «Тест на беременность». Посмотрел пару серий, мне понравилось, не ожидал о работе роддома. И там коллизии житейские, любовные треугольники, четырехугольники, как две женщины попали от одного мужчины в одну палату, одна жена, вторая любовница. Ой, короче, ну интересный такой. Мне понравилось. И там одного из главных действующих лиц. Жена наняла няню. Няня в годах под 60 или за 60, говорит, ой, нет, я сегодня не могу быть с вашим ребенком. У меня курсы личностного роста. И уже настолько в последнее время, я смотрю, развелось этих... Или люди инфантильные. Этим пользуются вот эти все психологи и всяческие, так сказать, специалисты по духовному и внутреннему развитию. Сами молоко на губах уже учат людей, как им духовно расти. И мое личное мнение, если ты до 30 лет духовно не вырос, или как личность не вырос, то тогда действительно оплати деньги, чтобы вырасти, личностный рост повысить свой. Но это маразм, ребята, честно сказать. Это неуверенные инфантильные люди, не имеющие внутри никаких своих убеждений, они ищут подпоры. Ну да, я согласен, есть всякие обстоятельства, там где-то личная беда, семейная. Он не может с ней справиться, сам ищет поддержки у психолога. Это понятно. Но, тем не менее, это говорит, конечно, тоже о многом, что человек... Какие-то, может быть, детские комплексы, страхи и так далее. Все же из детства идет. Перебороть их каждый, не каждый может. Вот эти комплексы, допустим, родительского давления, зачастую это так и бывает. И вот в этом фильме тоже эта тема идет. Я к тому, что... Взывает у меня, конечно, ухмылку, скажем так. Все эти курсы личностного роста, как стать миллионером, блин. Там советы. Такие. А фильм понравился еще тем, что там как-то упор идет. То и книгу «Пролетая над гнездом кукушки» подарил одной героине. Ее тоже бывший любовник. Получается, у нее там вся больница в любовниках, непонятно от кого ребенок. «Тест на беременность». Это второй сериал, второй сезон включил. Пару серий для ног. И там упоминается, конечно, видимо, сценарист, такой начитанный человек. Ну, моя любимая, одна из любимых. Это вот действительно Кэн Кизи, кто как переводит. Там вон Ван Флей, там, ну, короче, или «Полет над гнездом кукушки», или «Пролетая над гнездом кукушки». Фильм смотрел, книгу читал. Тоже «Зеленая миля» классика. «Загнанных лошадей перестреливают, не правда ли?» Ну, это американские, социальные такие вещи. Американские, английские, американские авторы. «Грозья днева» вот. Джордж Стэнберг, по-моему, написал. Хорошая вещь, такая сильная. Нравится мне. И тоже мы познакомились, когда Светлана у меня спросила, а что ты, какая любимая книга там? Ну, мы с ней, получается, читали всю эту Всемирную библиотеку. Там был пегас на изображении земного шара. Всемирная библиотека, там все народы и все. Я говорю, моя одна из любимых, которая меня впечатлила, это «Пролетая над гнездом кукушки». И книга, и фильм. И в этом сериале «Тест на беременность» тоже часто упоминаются такие классические вещи. Вот. «Уверенность, неуверенность». Неуверенность зачастую глушится алкоголем и так далее, вот всеми наркотой, то есть, ну, не устроен человек в жизни, нечем заняться, ленивый и так далее. Много причин. А я что про алкоголизм? Я вспомнил. Ну, эти все, да, гадалки, экстрасенсы, все. Действительно, толковых людей. Их единицы. Предсказатели, Вольф, Мессинг и так далее, Ванга. Есть моменты, конечно, сборные, есть моменты, которые подтверждены больше в этом плане. Джериновский мне импонирует, поскольку его, так сказать, видение будущего основывается на хорошем знании истории и на причинно-следственных связях, на анализе этих связей в прошлом и перенос их в будущем. Аналоги всех ситуаций уже сто раз были в великой всемирной истории. Поэтому вернусь от прорицателей к алкоголизму. Ну, вот личный мой опыт передам своим друзьям. Я вот и не помню, в 97-е ли что я поехал к маме в гости в Донецк. И через знакомых я захотел сходить на вычетку. Читал много про это. Ну, примерно, чтобы понимать ситуацию, это как фильмы «Экзорцист» и «Изгнание дьявола» из человека. И вот попал я на вычетку. То есть там сначала церковь, я не помню, район Химриакео, там, где мы раньше жили, там трамвайные пути. И направо идет уже Химриакео, завод длинный, большой. И трамвайные пути, и недалеко от них церковь была. Батюшка вел службу сначала. По-моему, даже причащался я, пост соблюдал. И в конце он сказал, всех отвел в сторонку. Вот кто на вычетку, вот сюда, отойдите. Остальных церковь заперли, по-моему. Объявление какое-то повесили идет. Служба и что-то такое там было. Ну, это давно было. Сложно, мелочи эти не остались. Всем выдали пакетики, потому что людям становится плохо. Поставили в круг. В центре стоит священник. Батюшка. Что меня? Вычетка в три этапа была. Значит, он вычитывает. Да, это должен быть подготовленный человек. И видно было, он настолько в теме. Вычетка это молитва. Направленная на изгнание, скажем так, весов человека. Ну, все в круг становятся. И он начинает это читать таким голосом суровым, грозным, с надрывом. И смотрю, первая где-то минут 10-15, по-моему, была часть. Людей начинало колбасить. Конкретно. Подбегали к этому священнику, плевали в него. Там какие-то голоса действительно потусторонние. Честно скажу, зрелище очень жуткое. Я чувствовал только, ну, такой первобытный ужас, что ли. Вот такое вот впечатление. Но, ну, как бы проверка на наличие, присутствие внутри человека других сил, не светлых. Женщина одна в конвульсиях тряслась и стало плохо. Она в пакетик это все сделала. Как-то там мимо, там неважно. Потом он заканчивает и подзывает к себе. И бьет по лбу и что-то в ухо шепчет. И смотрит на реакцию. Ну, то есть, обладает он какими-то, может, гипнотическими способностями. Но сильный, сильный священник. И говорит так. Становишься снова сюда. Кого-то отводил в сторону. И так было всего три раза. Такая вычетка. И в конце, ну, в круге было человек, наверное, пятнадцать. Она проводится там не каждый раз в месяц. Ну, то есть, он тоже готовится к этой вычетке. И пятерых колбасило где-то, ну, по моим воспоминаниям, ощущениям. Кто-то бился в судорогах на полу. Прям пена шла. Сказать, что это цирк, я бы не сказал. Потому что, не знаю, насколько так сыграть можно. Там действительно людей трясло, било. Ну, видно по виду, что люди употребляющие здорово. То есть, они уже внутри настолько надломлены. И там, видно им и так, и черти снятся, и кошмарят их, что они решились на эту вычетку. Помогло или нет? Под последствий не скажу. Потому что, ну, я побыл. Я увидел это все, как это все. Настолько вот желание людей бросить пить. Они даже на эту вычетку согласны. Но тяжело выдержать морально. Потому что слова там, не помню смысл, но было жутко, честно говоря. Поэтому лучше заниматься реальной жизнью, делами, чем черной магией. Это все равно бумерангом может очень сильно по человеку ударить. И ударить так внезапно и серьезно, и сильно, что этот может его сломать. То есть, занятие черной магией, это сурово. Так, вот мы и дома. За моими рассказами. Ну, это было, да, ну, не помню, 97-й, может, в том веке. Квартира у меня была 96-й. Ну, я часто, каждый год почти ездил. То есть, это именно даты. Это было летом. И каждый раз, после каждого круга молитвы, он подзывал, видимо, смотрел реакцию. Какие-то слова шептал, бил по лбу. Или прикасался даже, по-моему, головой к голове. Как бы считывал информацию о внутреннем состоянии вычитываемых. Было жутко, но интересно. Ну, больше жутко, чем интересно. Там понятно, что направлено на изгнание бесов. Вот. Такой вот был у меня, скажу так, интересный опыт в Донецке. Всем добра, хорошего воскресенья, всех благ.